Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В сентябре в Санкт-Петербурге прошли обыски у участников арт-проекта «Партия мёртвых». Формальный предлог – подозрение в оскорблении чувств верующих. На самом же деле «Партия мёртвых» провела несколько ярких антивоенных акций. Фотографии пользуются успехом в соцсетях, и чекисты взялись за участников проекта, которые остались в России. Основатель и идеолог партии Макс Евстропов вовремя уехал в Грузию, и к делу стали привлекать тех, кто с ним дружил, в частности, петербургских художников Дмитрия Веленского и Ольгу Егорову Цаплю. После обыска и допроса они уехали в Германию. Дмитрий и Ольга состоят в группе «Что делать», которой в 2023 году исполнится 20 лет. Это объединение левых философов, художников и активистов. На базе «Дома культуры Розы» они проводят лекции, семинары, выставки и кинопоказы. Я попросил художников рассказать о вынужденном отъезде из России, деле партии мертвых и новых работах, в числе которых фильм «Архивы Канарейки». Вы сейчас покинули Россию, как и многие, поспешно, да, и судя по тому, что я читал у вас в социальных сетях, в состоянии шока. Вы прежде вообще не задумывались об эмиграции? Вы собирались остаться в Петербурге, несмотря на все происходящее? Мы ждали сигнала, потому что понятно, что в конце концов этот момент должен был настать. И мы решили, что будем стоять твердо вместе с нашими студентами, потому что у нас ведь очень много ответственности. Потому что у нас была школа, наши молодые товарищи, ну и как у всех там старые. Дом культуры. Да, дом культуры. Ну и, конечно, наши родственники, в общем, старые и малые. И мы за них отвечали. В принципе, так как мы уже на протяжении последних там по 20 лет занимаемся деятельностью, не совсем совместимым с официальной политикой российского государства, поэтому, в принципе, это было ожидаемо. И мы, в принципе, давно взвешивали все какие-то риски. Но, с другой стороны, мы как художники стояли на какой-то определенной платформе и считали, что наше место в России вот эти долгие годы позволили создать огромную, как бы, сцену, вот, которая сейчас оказалась под ударом. И с началом военных действий, с их эскалацией мы понимали, что что-то подобное может произойти. Но в какой степени мы не знали, и, в принципе, мы играли в открытую. У нас открытое иностранное финансирование, мы никогда его не скрывали. Везде стоят логоорганизации, которые нас поддерживали. Мы занимали вполне открытую антивоенную позицию в социальных сетях, тоже считая, что это рубеж, с которого, как бы, ну, уже уходить нельзя. Или уже, вот как сейчас, приходится уходить уже в случае прямой какой-то угрозы. Я читал интервью с Кристиной Бубенцовой, которую тоже обыскивали и допрашивали по этому же делу партии мертвых. Это очень впечатляющий документ эпохи. Как грубо проходил обоск, как бросали вещи на пол, там, задавали совершенно безобразные вопросы. У вас тоже вот эта команда опричников работала в квартире? И как этот обыск проходил? Ну, вообще-то, нет, не так. Но они пришли к нам на дачу. Знаете, мне кажется, что нам удалось с ними договориться, потому что мне кажется, что те люди, которые пришли к нам, это какой-то серьезный был очень следователь, который занимается там убийствами, изнасилованием и всякими такими крупными делами. И когда пришел, пришел он, несколько товарищей из ФСБ, специалист по обыскам, понятые, то есть 7 человек пришло к нам в дом. И вы знаете, было с самого начала как-то понятно, они пришли очень агрессивно. А потом в какой-то момент стало понятно, что для этого следователя, который вел это дело, это тоже, в общем, отчасти игра, да? То есть мы играли, они играли в то, что мы страшные преступники, понимаете? Они как бы, они пришли с этим. На самом деле они понимали, что мы не преступники, что мы граждане, просто нормальные граждане этой ненормальной страны. Они понимали, что мы, в общем, связаны с такой антигосударственной деятельностью, но понять, что это за деятельность, для них было очень сложно. Извини, что я тебя перебиваю, но что такое в нашем случае антигосударственная деятельность? Мы не террористы, мы не экстремисты, мы художники, которые занимались политическим искусством, которые держат школу и ДК, где существует платформа для какого-то высказывания. В нормальной стране это не может быть преступлением. И, в общем, мне кажется, что следователь пришел как бы с одним чувством, а потом как-то вот, ну, благодаря тому, что мы, в общем, не очень молодые люди. И, ну, в общем, нет, такого не было, чтобы бросали вещи на пол. Нет. Потому что если ты называешь людей, которые приходят тебе с обыском, сразу же фашистами, то есть вероятность, что они сразу же хотят стать даже больше фашистами, чем они есть на самом деле. Мы держали, конечно, такую какую-то правильную дистанцию, но в то же время мы давали понять, что... Ну, это как, знаешь, как с гопниками, вот, находить коммуникацию. То есть понятное дело, что если ты сразу как бы начинаешь там делать, как вот многие интеллигенты, неправильные какие-то ходы, то, скорее всего, огребешь вообще по полной и больше того, чем планировалось. А в то же время, если ты вступаешь вот в такую какую-то... Находить какое-то вот такое пространство коммуникации, мы вот это, вот на это мы не отвечаем. А вот на это как бы мы готовы разговаривать. Но разговаривать уже по своим каким-то... То есть переводить как бы коммуникацию в свои какие-то протоколы, скажем так. Это очень сложно. На самом деле, я думаю, что тут всегда как с блатными можно проиграть, но если есть какое-то, вот, мне кажется, внутреннее состояние, и ты как бы не боишься, у тебя не трясутся руки, ты не истеришься и ведешь себя совершенно спокойно, понимаешь, что ты прав, а не они. И вот эта внутренняя правота и достоинство помогает все-таки уйти вот от прямого какого-то насилия. Я так надеюсь, может быть, это наивно. Ну, может быть, нам просто не повезло, но может... Может быть, возраст. Мы предложили им играть по нашим правилам, ну, то есть, точнее говоря, они согласились. И что у вас изделили в результате? Ну, вот это вот самый такой неприятный момент. Обыск продолжался с 6.30 где-то до 10.30. Потом нас сразу же сделали привод в следственный комитет и конфисковали у нас две книжки и два компьютера. Там действительно было очень ужасно странно, потому что это философская книжка. Они нашли несколько слов, это было так смешно и как-то сюрреалистично, потому что они нашли несколько слов «Украина и война» и приобщили книжку к делу. Да, при том, что там было много всего другого, что, на мой взгляд, могло быть иметь больше интерес. А на самом деле им повезло с самого начала, очень смешно, потому что они изъяли художественный журнал, в котором буквально первая статья, на которой они открыли, была статья Макса Ивстропова о партии мертвых. То есть такая как бы очень официальная публикация. И вторая книжка, о которой мы говорим, была опубликована в марте в Петербурге, что, в общем, тоже и была несколько раз даже презентирована на таких довольно известных культурных площадках, типа «Севкабеля». Ну, мы сразу их спросили, а что вы хотите взять и унести? Они говорят, ну, пойдем книжки поищем, мы компьютеры, конечно. И они их забрали. Что хотели, то и забрали. Партия мертвых. Какое отношение имеет группе «Что делать?» К вам? Вы члены этой партии? Партия мертвых – это как бы традиционная художественная игра. Прежде всего, по-моему, это все-таки арт-проект, который инициировал Макс Евстропов в разных композициях с разными какими-то товарищами, партнерами, очень много как бы анонимных участников. Но называть это партией, как это делает следствие, мне кажется, это очень немного как бы наивно. Само собой, что это перформативное художественное высказывание. Какое мы имеем к нему отношение? Партия мертвых делала несколько выставок, перформансов на нашей площадке ДК. Макс Евстропов преподавал в нашей школе, и мы являемся непосредственно близкими коллегами. И, на мой взгляд, с самого начала я Максу писал много как бы характеристик и статей по поводу его как бы деятельности и самого проекта партии мертвых. То есть это, по-моему, является одним из самых сильных, ярких художественно-активистских высказываний за последнее время. Он попал абсолютно в нерв вот этой некрополитики, некроимперии, как это вот сейчас, как бы некрокапитализма российскому такому взводе. То есть, по-моему, это, в общем, очень яркое и сильное явление, и мы все гордимся, что мы его поддерживали. И, собственно, это мы и сказали следовательно. Прямым текстом. Нас никто не просил очернять Максом, и, наоборот, говорил, что это прекрасный отец, замечательный философ, мыслитель, художник. В общем, человек достойный во всех отношениях. Я знаю, что вы сейчас выступаете с рассказом о том, что происходит в арт-сообществе петербургском за эти полгода войны. Расскажите и нашим читателям, пожалуйста. Все, как бы, знают замечательную работу феминистского антивоенного сопротивления, вот, опять же, партии мертвых. И если говорить о каких-то низовых акциях, там Денис Мустафин, который попал там, делал замечательную акцию на День независимости России, но он сейчас далеко находится, слава богу. Вот. Сергей Ситар делал замечательные акции. То есть, на самом деле, этого всего много, и я думаю, что многие уже работают над архивом этих протестов анонимных и уже атрибутированных тем людям, которые находятся в безопасности. Саша Скаличенко, конечно же, со своей вот этой вот, как бы, стикерной компанией. То есть, происходило довольно много достойных высказываний, но, в принципе, мне кажется, те люди, которые не прожили эти полгода в России, плохо понимают, ну, то есть, иногда они понимают даже в обратную сторону, что совсем ничего-ничего нельзя, или думают, что, как бы, там все еще по-прежнему, как было. На самом деле, это не то и не то. То есть, прессинг очень большой. И криминализация всех художественных высказываний началась не 24 февраля. И не с принятием новых законов про фейки, там, и прочее. Она идет уже, как бы, с 2012 года. И очень жестко. И поэтому комьюнити очень, как бы, то, что называется, уязвимые. И люди довольно серьезно и психологически травмированы. И тяжело, но что-то было очень достойное. Ну, просто из этого, конечно, мы можем называть какие-то там имена тех людей, которые уехали уже из России, да, перечислять те акции, которые были сделаны этими людьми. Но про себя могу сказать, про нас, точнее говоря, могу сказать, что во время войны происходит чудовищная, просто отвратительная дегуманизация. То есть, люди, как бы, утрачивают какие-то такие важные человеческие качества. И то, чем мы занимались в ДК, в нашей школе, ДК Роза, да, и то, чем мы занимались в нашей школе и на протяжении лета, не знаю, можем ли мы говорить про коммуну. Ну, точнее говоря, мы, наверное, можем сказать, что у нас все лето была коммуна. Следователи про нее знали. Да. И мы занимались тем, что мы пытались выращивать новый тип человеческих отношений, которые основаны вот именно на такой повышенной, как бы, понимаемой человечности, да, ну, отчасти даже нежности, отчасти даже уязвимости, хрупкости. Все это учитывается. Но для нас был такой большой такой вопрос, как вот эта вот нежность может быть трансформирована в силу, да, как она обретает силу, как вот люди как бы стараются настаивать на своем праве быть вот таким, да, человеческим. То есть, в принципе, вот то, чем мы занимались. Я хотел еще про группу «Что делать», которая возникла 20 лет назад, да, уже скоро будет юбилей. Как она вот в этой нынешней ситуации трансформировалась? Расскажите, пожалуйста, о ее эволюции. Ну, чтобы долгую историю попробовать сделать короткой, да, действительно, в следующем году будет 20 лет юбилея, вот нам надо, кстати, к нему как-то подготовиться. Но, на самом деле, она с самого начала сформировалась как бы в таком широком интернациональном контексте новых левых, которые не сталинизкие, не кандовые, не ортодоксальные, а именно в синхроне с какой-то целой палитрой каких-то новых левых движений, о которых писали Тони Негри, с которыми мы в свое время как бы хорошо подружились. И различных, как бы, пониманий искусства и его истории генеалогии именно вот очевидно, как такого проекта всеобщего равенства, который абсолютно является левым, как проекта, как бы, социальной справедливости, и его переосмысление в конкретных исторических условиях, потому что они всегда меняются. Вот, собственно говоря, чем мы это занимались. При том, что мы уже были люди немолодые, уже с определенным, как бы, биографиями и культурным символическим капиталом, для нашей тусовки было очень странно, что вот какие-то хорошие, такие правильные люди вдруг переходят на какую-то вот левую, как бы, позицию. И поэтому мы, как бы, долгое время, да и по-прежнему были, оставались в такой очень маркетинальной, как бы, нише, при том, что на Западе, вот, работая с множеством каких-то таких тоже новых левых инициатив, прогрессивных арт-институций, наша позиция как раз была наиболее видимой из России, наиболее известной. Как трансформировалось все? Вот для нас сейчас, как бы, стоит вопрос, потому что, вот, эскалация войны привела к серьезному переосмыслению. То, чем мы, вот, занимались в последнее время, ну, если это можно назвать какой-то интеллектуальной, культурной работой, это переосмысление, что такое интернационализм, солидарность, как бы, противостояние каких-то новых форм фашизма и как его распознавать, и что происходит с антифашистским движением, почему, как бы, оно оказывается инструментализировано теми силами, которые являются, на самом деле, фашистскими. То есть мы оказались в очень сложном таком символическом еще переосмыслении, отчасти, как бы, коллапсе. И, опять же, будучи и локальной, очень питерской какой-то инициативой, но в то же время, работающей в широком, как бы, интернациональном контексте, конечно, вот эти вопросы, набившие уже оскомину, что такое русская культура, как бы, почему ее надо отменять, и спор, что именно русская культура. Это культура, которая репрезентирует имперскую власть, или, наоборот, всегда раздавлена этой властью, и борет. На мой взгляд, это как раз вот именно та культура, за которую мы, как бы, готовы бороться и сейчас. И проблемы деколонизации, вот это вот действительно вот сейчас вышло на передний план, и вот наши вот публикации архива «Канарейки» с текстами Оксаны Тимофеевой, Алексея Пензина, Магуна, они являются, в общем-то, одним из таких очень важных голосов в текущей какой-то вот дискуссии, потому что, как это не смешно, на фоне, может быть, глядя там из военных действий, из бомбоубежища в Украине, но в России вопрос культуры и ее, как бы, роли в обществе, мне кажется, он, с одной стороны, слишком переоценен, с другой стороны, он ведется с очень каких-то многих ложных каких-то припозиций. И вот очень важно, мне кажется, его развивать за другой какой-то стороны, что мы и пытаемся делать. А группа сейчас, да, то есть вот с нашим отъездом... Я так хорошо все рассказывал про группу, да, и вообще про русскую культуру, но для меня, конечно, важно очень, что сейчас сложно друзей обнять, потому что группа что делает? Ну, на самом деле, мы же как-то жили как семья, но мы не то, что профессиональная группа, хотя, конечно, там у нас все, как бы все крупные профессионалы. Мы как-то дружили очень всегда, и теперь часть нашей группы осталась в Питере, часть далеко, и мы не можем увидеться, потому что вопрос документов и все такое. Вот сейчас Европа отчасти закрывает перед Россией россиянами двери, и есть аргументы очень весомые и за, и против. Что вы скажете? Какая у вас позиция? Мы так скажем. Очень это все плохо. Для нас, для людей нашего круга просто ужасно. Само собой, что это вы правильно сказали, что тут и аргументы и за, и против довольно легитимны. То есть, понятное дело, что вот эта какая-то туристская, какая-то волна upper-middle-class, которые едут там в Европу, там на шопинг, как это было летом, это, конечно, вызывает очень сильное раздражение, абсолютно уместное. С другой стороны, то, что туристские визы были возможностью для множества людей продолжать и профессиональную деятельность, потому что контракты рабочей визы всегда были очень сложные. Все работали по туристски. И что возможность людям, находящихся в первой ситуации, в каких-то вот, как мы говорили, когда поступают какие-то сигналы, или, как раньше говорили, звоночки от органов о том, что вами начинают заниматься, то есть именно туристская виза давала возможность очень быстро выйти из этой ситуации. А теперь, сейчас, когда мы будем получать гуманитарные визы, потому что... Ну, многие, значит. Да, потому что, как бы, это возможно. Вот, если ты получаешь гуманитарную визу, то что будет с нами на границе, если мы захотим вернуться в Россию? Для меня пока большой вопрос, потому что там же такая специальная виза. Ты видишь, что она у тебя есть, это значит, что этот человек нуждается в защите. И у любого нормального ФСБшника, пограничника, не знаю, кто там сидит, возникает вопрос, почему этот человек нуждается в защите? Поэтому возвращение домой с этой гуманитарной визой как-то становится проблематичным. Не знаю, пока вот это какая-то новая территория. А она незачем, незачем ездить туда-сюда. Как, как, это же наша Родина, там наши, пардон, что я так говорю, как бы это сейчас нехорошо, наверное, но тем не менее, для меня было так важно, что мы там, в России, что мы, как бы, работаем там, что мы там живем, что там выращиваем, выращиваем сообщество, выращиваем искусство. Мне кажется, что сейчас время не строить, а выращивать, потому что любая, как бы, любая архитектура, она какая-то ужасно непластичная. Ну а вот что-то вот выращивать, ну этим мы там занимались. Во время коммуны выращивали знания, овощи, может быть, знания, ну, более успешно, чем овощи, но тем не менее, это был все-таки процесс такой, мы старались к нему обратиться. А теперь все, не знаю. У нас тоже опыт, как бы, жизни на Западе довольно большой, но все-таки думать о том, что вот такие меры стимулируют какое-то военное восстание в России против Путина, мне кажется, вот это какая-то очень большая иллюзия и ошибка. Это наказание за отсутствие и расстание против Путина. Ну, если как бы поставили в угол, ну да, если как бы возвращаться к твоему предыдущему вопросу, наверное, имеет смысл сказать, главным пунктом вот нашей презентации 16-го числа, это будет презентация из Зина, которую мы сделали вот этим летом, только сейчас вот он вышел, сейчас в печати, а название у этого Зина взято по цитате из президента Украины Зеленского. «Должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Вот когда он требовал, что всех русских, неважно от их политической позиции, надо депортировать назад. И мы эту фразу восприняли очень лично и очень серьезно. Да, должны жить в своем мире. Что значит в своем мире? Какой у нас мир? Почему как бы это все называется русский мир? Хотя вот мы там все имеем очень разные этнические происхождения. Вообще страна как бы очень довольно дифференцированна. То есть как бы называть это все русским, как вот русским сейчас называют, там все советское. Русская армия брала Берлин в 45-м году, но вообще украинские фронты брали, как бы Берлин. Вот и так далее, и так далее. То есть возникает столько ляпов вообще непонятных. И менять свою философию. Что значит менять свою философию? У нас всегда была откровенная такая вот философия, как у Мандельштама. С миром державным я был лишь там, ну, мало связан. Гвардейцев боялся там. Вот и все такое. Вот это как бы наш мир. И вокруг этого там замечательные есть тексты. Вот сейчас он выходит на английском языке. В России его публиковать нежелательно и распространять невозможно. Но я думаю, что по каким-то каналам, конечно, мы будем это все пропагандировать. И надеюсь, что придет момент, когда это станет какими-то важными архивами нашего времени. Расскажите, Дмитрий, пожалуйста, об архивах канарейки, раз вы упомянули слово «архив». Я слышал очень хорошие отзывы о вашей недавней выставке в Берлине. Кто такая канарейка? Когда шахтеры спускали шахту. На самом деле это продолжалось очень долго. Ага, понятно, понятно. Которая задыхается. В 1986 году они там решили заменить ее на датчики, но все-таки выяснилось, что канарейки все равно лучше работали. Когда они спускали шахту, они брали с собой птичку, которая, когда поступал газ, который не имеет ни запаха, ни цвета, они начинали вести себя. То есть считается, что они сразу же умирали, но нет, не так. Сначала они начинали танцевать, то есть шататься. Они так начинали специально двигаться. То есть сначала они пели, 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 потом замолкали, потом начинали танцевать, а уже потом падали замертво. В Руре много памятников этой канарейки на шахтах. Да, конечно. И в Англии очень много. Ну да, нет, это известно. У Куртова Нигута там вот это все, как художник, как канарейк, и что такое. То есть это не нами придуманный образ, но мы стали делать эту работу во время еще ковида. То есть мы стали думать с нашей группой, потому что мы с самого начала вообще-то жили в разных странах, но во время пандемии мы выяснили, что вот эти возможности зума, они очень приятны. И стали чаще встречаться с друзьями и стали думать, что не пора ли нам сделать какую-нибудь общую работу. И поскольку это время было очень тревожное, уже тогда стало понятно, что что-то как бы тучи сгущаются, и что все мы полны всяких ужасных предчувствий, решили, что сделаем-ка мы этот фильм про канарейку, которая живет в душе каждого из нас. И в какой-то момент нам стало понятно, что поймать эту канарейку можно лучше всего на грани между сном и явлю. И мы решили, что каждый из нас расскажет свой сон. И через этот сон мы увидим эту самую канарейку. На самом деле этот фильм, он состоит из нескольких частей. Одна часть, самая главная, где все члены группы «Что делать?» все девять человек в своих кроватях рассказывают свои сны или то, что может быть названо с нами. На другом экране канарейки, девять канарейок в клетке, количество которых с каждым сном умывает. В итоге ни одной канарейки не остается. Сначала девять, потом восемь, потом все, потом вообще никого не остается. А на еще одном экране, на вертикальном, мы сами в таких каких-то дурацких костюмчиках канареек. Желтенькие крылышки такие, ну, точнее, пледики такие дурацкие. И во лбах у нас горят такие шахтерские фонарики. То есть мы то ли птички, то ли шахтеры, мы танцуем. В этих дурацких костюмчиках, в желтеньких, гонареечных, шахтерских, танцуем. Вот я говорила, да, сначала канарейки танцуют, прежде чем упасть. Вот танцуем наш танец. Еще есть один, еще один экран, где шахта, которая спускается вниз. И все это в большой клетке. То есть все эти четыре экрана размещены в клетке. Мы начали снимать эту работу до того, как началась война. А закончили ее снимать 5 марта. Поэтому получилось, что часть снов рассказана до войны, а часть снов уже после. И так у нас каждая глава и начинается за пять дней до войны, через неделю после начала войны и так далее. Если бы нам предложили снимать что-то сейчас, вряд ли бы у нас что-то получилось. Но в тот момент мы были как-то очень хорошо уже подготовлены, и поэтому я думаю, что высказывание сложилось. На «Волнах свободы» выслушали выпуск программы «Культурный дневник». Петербургские, а с недавних пор берлинские художники Дмитрий Веленский и Ольга Егорова Цапля рассказывали о группе «Что делать?» и репрессиях против арт-проекта «Партия мертвых». На программе работали продюсер Андрей Амничкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова